Сейчас идем, Масика, кидаем в тачку и топим 400 километров, то же менее. Первый этаж. Масич, сиди здесь, я пойду за остальными вещами. Ребята, лицо пухшее, вот так вот я выгляжу. Сегодня четвертый день нашего автопутешествия. Иду заводить машину, где-то 7.40 утра, город Копейск. Мы не доехали 400 километров до Тюмени. То есть, как я уже сказал, не доехали 400 километров до Тюмени, но потому что едем с мамой, тяжело, все такое, нужно останавливаться. И на улице очень сильный мороз. То есть, реально, когда мы сюда приехали, здесь 20 градусов на улице. И честно, они очень жестко ощущаются. Я вот одел ботинки и двое штанов. Мне реально холодно. Ну, то есть, жестко. Нужно сильно не болтать на улице, потому что тратится силы. Вот такая вот тачка грязная. В плане, в каком тратится сила. Открылась. Уже неплохо. Уже неплохо, ребята. Тут все дубовое. Я же говорю, 20 градусов на улице. Жесткость. Пробуем завести тачку. Выжимаем. Да, ребят, не заводится. У-ху! Завелась со второго раза. Все нормально. Короче, в чем приколюха, ребят? Нет, даже минус 21. 7 утра. Не, вылажу. Нельзя, потому что сидеть холодной задницей. Сейчас быстро расскажу. Машина завелась. Это уже очень хорошо. В общем, проехали вчера 850 километров. Не доехали до Тюмени. Возле Челябинска. То есть, был город Копейск. В принципе, нормальный город. Я посмотрел 150 тысяч населения. Мы примерно в таком же городе живем, куда мы едем. В Ноябрьск. И приколюха в чем? Мы не доехали. Ну, решили. Осталось 400 километров. Можно было ехать. Но решили заехать в город рядом. Сняли жилье. Стоит 1700. Хату я вроде показывал. Но если не показывал, еще сейчас покажу. Наверное, да. Покажу и потом уже поедем. И, блин, тут контраст такой жесткий. Я замерз, потому что я был в летних кедах. И у меня, когда я сегодня проснулся, я, в принципе, практически не спал. Ну, то есть, у меня побаливает немножко сердце. Так, ну-ка. Побаливает немножко сердце. Ну, потому что я не спал, ребят. И, скорее всего, оно болит из-за ног. Потому что у меня были кеды. И подошвы промерзли. Горло болит. Не спал. Толком не мог уснуть. Не знаю, будет играть музыка, нет. И получается мороз-контраст. Мы-то приехали реально с Крыма. Там нет такого мороза. Тут вообще охренел. Я просто отвык. О, музыка, слышите? Ну, в общем, сейчас немножко расхлебаемся. Попьем горячего чая и рванем в Тюмень. Осталось 400 километров. Да, пятый этаж. Осталось 400 километров. Хату покажу. Погнали. Так, вот квартира, получается. Масик уже тут бегает по хате. Зеркало. Кстати, у меня две шапки. Ну, чтобы не замерзнуть. Прихожая. Обычная однокомнатная. Вот холодильник. Ванна. Вообще лакшери, в принципе. И была туалетка. Шампунь. Мыло. Всё чётенько. 1700 стоит. Копейск город. Чайник работает. Кстати, есть балкон. Ну, открою, но не буду открывать окно на улице. Потому что, ну, прохладно. Вот, зацените, какой гигантский балкон. Окно не буду открывать, ребят. Там красиво, да. Хотя, ладно, давай по-бырому открою. Быстро, быстро. Вот такой вот вид в Копейске. Для себя на память. Копейск. Всё аккуратненько. Всё красиво. Всё есть. 1700. Ну, и вот наша комната. Диванчик удобный. Покрывало. Всё. Далее постельное. Телек работает. Спутниковая. Ну, кстати, спутниковая. Я удивился, как показывает. У нас дома нету спутниковая. Я просто не видел. Там такая чёткая картинка на спутнике. Но она как киношная, знаете. Шторки. Вот, видите, этот балкон настолько большой, что она же до отсюда доходит. Ну, это прикольно. Кстати, там такой рассвет офигенный. Видно? Реально чёткий. Ну, всё. Будем сейчас пить чай. И в ближайшее время, как немножко отдохнём, посмотрим, может, телечек или съездим в магазин. Масик вылез из кровати. Поедем в Тюменьку. Эй, эй. Ну, что, мы перекусили. Попытались поспать. Но мне не удалось уснуть. В общем, я сегодня не спал, ребят. Не знаю. Горло немножко болит. Видимо, застудился, потому что не был готов к такой погоде. Сейчас идём, Масика, кидаем в тачку и топим 400 километров, даже менее. Первый этаж. Блин, прохладно на улице, реально. Тачка заведённая, как говорил, потому что боялся, что аккумулятор не выдержит таких холодов и не заведётся. Он немножко ушатанный. Масич, сиди здесь, я пойду за остальными вещами. Музыка вообще какая-то бомба, кипаса. Короче, дом этого улица Жданова, 25А. Пятый этаж. Выехали с Копейска на трассу, как и говорил, 400 километров до Тюмени. Интересно, кто наткнётся на это видео и у кого был опыт, напишите своё мнение. Было два варианта, как доехать до Тюмени. Через Шадринск. Я поехал через Шадринск, потому что навигатор только этот вариант предлагал. Но я увидел дорогу ещё через Курган. И мне показалось, что через Курган там более трасса лучше. Ну, как типа магистраль, да, прямая. Потому что вот мы свернули на Шадринск. И тут уже такая просёлочная, ну, как бы местность какая-то. Напишите в комментах, кто сталкивался. Но навигатор через Курган вообще не вёл. Я посмотрел примерно одинаково. Через Курган чуть-чуть дальше. Просто интересно. Может, там можно наваливать быстрее было. Кто знает эти трассы, дороги, то напишите в комментах. Ребят, хотел поделиться. Осталось 70 примерно километров до Тюмени. И хотел насчёт трассы сказать. Как Копейск вам? Мы ехали, получается, от Копейска. И я помню, я вас спрашивал, какой дорогой лучше поехать, если кто-то экспериментировал, пробовал, либо знает, либо слышал. Это либо до Кургана от Копейска. Ну, через Курган, грубо говоря. Либо через Шадринск. Я поехал через Шадринск. Думал, что херня. Но в целом, в принципе, реально чаще всего была хорошая дорога. Там был промежуток, где чуть-чуть было некомфортно ехать. Ну, были выбоины, кочки. Но, в принципе, в целом, вообще движения нету, машин нету. И в целом, я скажу, что адекватная дорога даже хорошая. Я бы так о ней отозвался. Розовый закат по-тюменски. Зоехали в Тюмень примерно в 3 часа. Ну, уже как бы в городе. Едем на парковку, будем искать жилье, снимать. Выехали в 10.30, приехали в 3. Не знаю, сколько это по времени. Проехали 400 километров. С копейками там 430, по-моему. Все, сейчас ищем жилье на Авито. Продолжение следует...